Почти полтора миллиарда тенге должен заплатить пивной король в качестве возмещения ущерба. Такой из гособвинитель предъявил Тахтару Тулешеву в связи с неуплатой налогов. Прошу признать прокуратуру Южно-Констанской области гражданским виском по уголовному делу. Вызыскать с подсудами Тулешева Тахтара Джуджу Сиповича в пользу государства материальный ущерб в сумме 1 миллиард 368 миллионов 587 тысяч 455 тенге и госпошли на размере 3% на сумму 41 миллиона 057 тысяч 624 тенге. Адвокаты сам Тулешев с денежными исками категорически не согласны. Обязательно платить в бюджет налоговый орган и, во-вторых, налоговый орган требует с меня НДС, чтобы я заплатил, когда НДС в текущей площадке уже заплачет. Прокурор зачитывает обвинительное заключение Тулешеву, предъявляется более десятка преступных эпизодов по укрытию налогов, склонения к правонарушениям должностных лиц и других экономических и коррупционных преступлений. По уголовному делу в отношении подсудимый Тулешеву Талтар Джуджу Сиповича и Харапожаева Нуржана Хуангуша, который обвиняется в совершении уголовных правонарушений в сфере экономической и коррупционной деятельности в преступивших обсессиях. Речь обвинителя длилась почти полтора часа. Сам подсудимый весьма красноличиво реагировал на обвинения жестами и мимикой. В итоге прокурор высказался относительно меры наказания. После вакуума с преступлением путем поглощения менее строгого наказания более строгого окончательного определительного лишивого 5 лет лишения свободы в сфере экономической и мущества, добытого незаконным путем либо приобретенного наследства, добытого преступления путем с лишением права занимать руководящие в коммерческих организациях сроком на 5 лет. С учетом ранее вынесенного приговора в 21 год лишения свободы путем поглощения менее строгого наказания более строгим, прокурор предложил оставить прежний срок в 21 год лишения свободы. Такое решение Тулешева рассмешило. С отбыванием наказания в уничтожениях уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Прокурор попросил признать виновными еще одного фигуранта по делу Тулешева, налоговика Каракожаева-Нуржана. С учетом смягчающих обстоятельств и применения амнистии окончательно назначить ему два года ограничения свободы. Оглашение приговора Тахтару Тулешеву и Нуржану Каракожаеву назначено на 1 ноября. Данил Шимратов, Амантай Ольбеков, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРАР.